Встреча В этом году дворец ветеранов и общество инвалидов впервые организовали конкурс «Маслен». Четыре района Самары решили посостязаться в изготовлении традиционной масленичной куклы. На работу у них было две недели. Самое главное, они сделаны так, как положено. Набиты соломой, красиво одеты, лица не накрашены. То есть люди постарались. И впервые вот это получилось. Я считаю, что это надо продолжать. В первый день масленичной недели, или, как принято говорить, сырной седмицы, подвели итоги конкурса «Маслен». Поощрительные призы получили мастерицы из Самарского района. Третье место заняла команда Ленинского района, второе – Железнодорожного, а первое место у Советского района. По решению жюри, кукла-победительница наиболее соответствует народным традициям. Кто сколачивал мою эту деревянную основу, кто сено, нашел, где достать сено, сейчас сложно. Кто материал, кто шаль, кто семеро, да, семеро у нас человек. Хотели ее украсить, чтобы она была самая красивая и самая лучшая. Так и получилось. Постепенно языческий праздник соединился с христианским. В последний день масленичной недели православные верующие начинают подготовку к Великому посту, поминают усопших и просят прощения у близких. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.